Ха-хи Кришна, Ха-хи Кришна, Кришна, Ха-хи, Ха-хи, Ха-хи Ра-ма, Ха-хи Ра-ма, Ра-ма Ра-ма, Ха-хи, Ха-хи. Господь Ваманадива являлся три раза. в Савайамбхува Манвантару, в Вайвасвата Манвантару и в Дакша Савагниману Манвантару. В Дакша Савагниману Манвантару он стал Индри. И позже он отправился на Вайкунтху. В Аманадев разрушил гордость Бали Махараджа. Бали Махарадж родился в демонической семье. Но его дедушка был Прохлад Махарадж, очень дорогой предный Господа Хари. Сын Прохлады Махараджа Верочина, отец Бали, тоже был предным. И Бали Махарадж обрел некоторые качества от них. Но он имел гордость. И что за гордость? Шибагавану Вачам Брахман Ям Анугрихнами Татвишу Витху Нам Яхам Ян Мадах Пуршах Стоптху Лукам Мам Чавам Аняты. Иногда люди сходят с ума из-за материального положения, из-за материального богатства. И тогда Господь проливает особую милость. Он забирает все их материальное положение, богатство. Равана. Равана был очень образованным, очень квалифицированным. Но много гордости у него было. И поэтому золотая ланка была превращена в пепел. Слишком много ложного эго было у Дуриотханы. И так он и его братья были убиты. Бали Махарадж. Он был связан веревками варуны. Он раздавал много пожертвований. И в итоге он развил гордость. Столько всего хорошего я делаю для других. У меня такое в жизни не раз бывало. И в итоге что? В итоге он оказался связан этими веревками. Когда Богован проливает милость, он забирает все материальные достояния. И тогда человек может осознать Богована. Пока материальные достояния, богатства эти, не уйдут, не сможем мы думать. Даже не сможем думать мы о Боговане Кришне. Если человек становится материально бедным, все близкие, ну, все вот эти, так сказать, подхалимы, ну, как они, те, кто играют роль близких, они отворачиваются. Ну, зачем нам такой придурок? Никто не приходит. Когда человек богат, все вокруг него, друзья, родственники. Когда он становится бедным, никто к нему не приходит. И когда все близкие отворачиваются, человек думает, никто тут в этом мире не мой. Богован только мой. И снова он развивает отношения с Богованом. И это милость Богована. Такая песня. Твоя гордость, богатство, никакого блага не принесет тебе. Какое бы богатство ты ни имел, оно связано только с телом. Когда это тело разрушится, не будет толку от всего этого богатства. Даже если миллионы накопил, что толку. Мы учимся, да? Получаем образование. И потом зарабатываем деньги. Но поможет ли нам в итоге это образование? Сможем ли мы тут остаться вечно? Помогут ли нам доктора? Помогут ли люди, которые давали много хороших советов раньше? Когда к нам придет смерть? Да вообще никто не захочет смотреть на это гниющее тело. Тело очень временно. И если бы материальное богатство могло дать жизнь, богатые люди не умирали бы. Равана был очень богат. Равана готовил лекарства из драгоценных камней. И эти лекарства возвращали юность. Но сам Равана умер. Богатства не помогут избежать смерти. И как нам использовать богатство? Бхактивнат такой говорит, используйте богатство для вайшнавов. Потому что вайшнавы, они знают, как распорядиться богатствами. Если у вас много денег, отдайте их вайшнавам. И тогда вы станете окинченами. Когда у нас много денег, мы гордимся этими деньгами. Это произошло с Бали Махараджем. Очень много богатств у него было. И каждый день он раздавал пожертвования. И так развилась гордость. Сколько видов слепых есть? Три типа есть слепых. Джанманда, Каманда и Маданда. То есть первое, с рождения слепое. Или второе, из-за сильного сексуального желания человек слепнет, ничего не увидит. И последнее, это из-за гордости. Из-за гордости человек становится слепым. Если много богатств у меня появляется, и я становлюсь слепым. Не видит слепой истинный путь. Вообще никого он не слушает. Равана, он не принял Рамачандру. Многие ему говорили об этом. Они говорили, Рамачандра это Бхагаван. Нет, Равана говорил, он обычный человек. Как он может быть Бхагаваном? Из-за гордости только Дурьотхана не думал, что Пандава Вайшнава. Не видел он, что Кришна Бхагаван, а Пандава Вайшнава. Из-за гордости Бали Махарадж не смог понять, что Ваманадев это Вишну. И Бхагаван пролил особую милость на него. Многие бросают нам вызов. Покажите мне этого бога. Где этот ваш бог? Мы там летали в космос. Нет вашего бога. Вот это слепота. Если даже такому человеку показать, ничего он не увидит. Горго Винда с вами, он объяснял этом ученым. Они спрашивали его, вы видите Бхагавана? Он говорил, да. Но они спрашивали, а как? Покажите нам его. Ну, могу я показать, говорил Горго Винда с вами. Но не увидите вы, потому что вы слепые. Мы не сможем вернуть назад это зрение, благодаря которому мы можем увидеть Бхагавана. Не сможем, пока Бхагаван Кришна не прольет милость на нас. Сам Бхагаван явился перед Бхагаван, чтобы разрушить его гордость, как Ваманадев. И что же сделал Бхагаван, когда увидел Ваманадева? Он подумал, пришел какой-то маленький мальчик, да. И он спросил сразу, что тебе нужно? Я дам тебе. Все я тебе дам. Вот чтобы мы не давали Бхагавану, все это исходит от него, от Бхагавана. Он сотворил все. Только наша гордость заставляет нас думать иначе. И Бхагаван обманул Бхагаван. Всегда существует какая-то борьба. Полубоги не хотят оставить наслаждение. А демоны, они хотят забрать у них наслаждение. Постоянно нападают. Однажды Бали Махараш сражался с Индрой и с его воинами. Индра атаковал его в своей молнии. И Бали упал. Друг Бали Джамбасура разозлился на Индру и стал сражаться с ним. Индра убил его. И Нагадамуни немедленно сообщил сыновьям Джамбасура на моче Бала, Пака, Трисына. Вот что такое произошло. Эти три сына, они были очень сильными. И они стали сражаться с Индрадевом. Индра смог убить двоих сыновей. Свои молнии вот этой Ваджры. Но Намучи никак не мог он убить. Очень сильный этот Намучи был. И тогда с небес раздался голос. Вообще нельзя убить Намучи никаким сухим или влажным оружием. И тогда Индра сделал оружие из особого материала, типа резины. И так он убил Намучи. И Брахма увидел, что полубогию уничтожили много демонов. На самом деле он не был счастлив, потому что он для всех, он отец, творец всех. И он попросил Нагадамуни остановить войну. Нагада отправился к Индре. Он сказал так и так, заканчивая. И Индра остановился сражением. И по указанию Нагадамуни оставшиеся демоны отнесли Махараджа Бали на гору Аста. Там находился Шукарчаги, учитель демонов. А Шукарчаги знал мрития Сандживани мантру. Он использовал эту мантру, чтобы вернуть жизнь демонов. И так Бали Махарадж снова вернулся к жизни. Эта мантра работала лишь для тех демонов, у которых сохранилась голова с туловищем. То есть если голова, туловище были разрушены, мантра не работала. То есть чьи тела были в более-менее хорошем состоянии, Шукарчаги вернула жизнь с помощью мантры. И Бали Махарадж после этого стал хорошо служить Шукарчаги. Он старался удовлетворить духовного учителя Шукарчаги. И вот так демоны они смогли удовлетворить своего гуру Шукарчаги. И тогда Шукарчаги сказал им провести Вишваджит-ягию. И во время этой яги из жертвенного огня появилась колесница, лошади, флаг, лук, доспехи, колчаны со стрелами. И во время проведения яги пришел прохлад Махарадж. И он подарил Бали невредающую цветочную гирлянду. Шукарчаги подарил Бали раковину. И теперь Бали Махарадж обрел силу, обрел оружие, могущество. И теперь он и другие демоны были готовы отправиться на Индролоку, сразиться с Индрой. И Индра, он почувствовал все это. Он испугался, узнав, что Бали идет сражаться. И он спросил у своего духовного учителя Бархаспати, что делать. И Бархаспати ответил, что делать. Бали уже получил силу от брахманов. Сейчас он очень могущественный. Никак не сможете вы противостоять ему. Единственная ваша надежда – это милость Господа Вишну. Но Бали уже подходил. Не было даже времени молиться Господу Вишну. И Бархаспати посоветовал полубогам отправиться в другое место. И так, без всякого сражения, Бали Махарадж стал императором райских планет. Там он совершил 100 жертвоприношение коня, 100 ашаметха яги. А тот, кто совершил 100 ашаметха яги, он считается Индрой. И так Бали стал наслаждаться жизнью на райских планетах. Мать Адити не могла видеть своих сыновей. На самом деле она очень сокрушалась. Что ее сыновья вынуждены скрываться. Прошло много лет. Кашья Памуни вернулся. Кашья Памуни не было долгое время. Он отсутствовал. И он видел, что Адити скорбит о сыновьях. Ее состояние было ужасно. Позвало, что жизнь покинула ее. И она начала молиться мужу. Она начала просить его, как мне вернуть моих сыновей. Как принести благо сыновьям, чтобы у них все было хорошо. Пожалуйста, скажи мне. Кашья Памуни очень ученая личность. Он сведущий во всех вопросах. И он сказал, молись об атмагьяне, о самоосознании. Все это материальные потери. Самогеализованная душа никогда не скорбит о этих материальных потерях. Но Адити не успокоилась. Не была она удовлетворена таким наставлением. И тогда Кашья Памуни сказал, молись верховной личности Бога, Багавану Васудеве. Если ты удовлетворишь Васудеву, твое желание будет исполнено. И она спросила, а как я могу удовлетворить Васудеву? И тогда Кашья Памуни рассказал ей о Паевгате. Он сказал, совершай эту Паевгату 12 дней. Длится Паевгата. И есть для нее правила. И Адити совершал очень строго эти правила Паевгаты. Багаван остался доволен ей. И он появился перед ней в четырехрукой форме. Сияние исходило из его тела. На нем были желтые одежды. Адити сразу склонилась в Дандавате. Она не могла говорить даже. Ее тело трепетало. Ну, такой удивительный Даршин. Багаван позволил Адити увидеть свою прекрасную форму. Но через некоторое время эти экстатические переживания, вот эта Бхава, это все улеглось. И она смогла произнести множество молитв Багавана. И Багаван ответил ей, для блага твоих сыновей я явлюсь как твой сын. А сейчас старайся служить своему мужу, сделай его счастливым. И так она и сделала. И когда Кашьяпамуни стал доволен служением Адити, он почувствовал, что Багаван вошел в его тело. Перед тем, как вложить семя в Адити, Кашьяпамуни подумал. Багаван так доволен Адити. Настолько он доволен, что он решил стать ее сыном. И в два Дашититхи Багаван явился в своей четырехрукой форме, держа в руках раковину, диск, булаву, лотос. Он явился в желтых одеждах. Он явился из тела Адити. И все наполнилось блаженством. Все три мира стали счастливы благодаря явлению Господа. Сейчас что происходит? Сейчас времена года несчастны. Ну смотрите, вот что сейчас происходит. Не поймешь что. Весна не весна, лето не лето. Несчастливы времена года. Земля несчастна. Поэтому столько всего плохого повсюду. Но когда являются Багаван, все счастливы. Все становятся счастливы. И в итоге он спрятал свою форму Вишну. Он стал как маленький юноша. Говорит, карлик, но на самом деле просто маленький. Как ребенок, вам она. Все святые Муни стали возносить молитву ему. Немедленно Кашьяпа Муни провел церемонию вручения священного шнура. Он одел священный шнур. Бог Солнца, Брихаспати, Богиня Земля, Божество райских планет, его мать, Господь Брахма, Кувера, Семь Риши. Все пришли, чтобы показать почтение Господу Ваманадеву. И затем Ваманадев отправился на северный берег реки Нормада, на поле Бригу-Качха, где проводилось жертвоприношение. Все бракманы из династии Бригу совершали ягию. И облаченный в оленью шкуру с поясом из камыша, со священным шнуром, с дандой в руке, с зонтом, с кувшином, Господь Ваманадева пришел туда, где Махараджабали совершал ягию. Божественное сияние исходило от тела Ваманадева. И оно затмило своим великолепием всех собравшихся там жрецов. Их сияние, сияние этих жрецов, всех великих личностей, оно стало незначительным, благодаря присутствию Ваманадева. И брахманы они сразу поняли, великая личность пришла. Они встали со своих мест, они вознесли ему молитвы. Махараджабали сразу оказал почтение. Он омол стопы Ваманадева. Стопы Ваманадева дают прибежище ганги. Сам Господь Шива принимает их на свою голову, эти воды. И теперь Бали Махарадж, у него появилась возможность омыть стопы Ваманадева. И он окропил этой водой свою голову. И в этот момент он испытал экстатические переживания. Он подумал, вся моя династия, мой дед, все стали удачливы сегодня. Но еще он не понимал, что Ваманадев – это Господь Вишна. И он спросил у Ваманадева, все ли хорошо у тебя? Никто не может так спрашивать Бхагавана, да? Ну как можно спросить Бхагавана? Все у тебя хорошо. Бали Махарадж не распознал Господа. Он посчитал, что это просто могущественный Брахман. И он сказал, я хочу тебе помочь. Я хочу дать тебе пожертвования. Я хочу дать тебе богатство. Украшения, бриллианты, все. Хочу дать тебе прекрасную девушку, чтобы у тебя была прекрасная жена. Коров хочу тебе пожертвовать, землю. Бали Махарадж думал, что это сын Брахмана. Что это мальчик, сын Брахмана. И что стал делать Ваманадев? Он стал прославлять предков Бали Махараджи. Он стал прославлять Хирани Кашипу и Хирань Якшу за их подвиги. И Бали Махарадж был очень доволен. Он вдохновился. И потом Ваманадев попросил Бали Махараджа три шага земли. И Бали Махарадж согласился. Он сразу согласился. Ну, ничего себе, так мало. Шукарчаги, когда он все это услышал, он остановил Бали Махараджу. Он сказал, ты считаешь его обычным мальчиком, Брахманом. Но это Господь Вишну. Он всегда доброжелателен к полубогам. Не давай ему пожертвования. Если ты дашь ему пожертвования, у тебя вообще ничего не останется. И смотрите, что происходит. Это нехорошее указание. Писания говорят, что все надо отдать Вишну. Почему гуру Шукарчаги, зная, что это Господь Вишну, говорит не отдавать ничего. Очень простая вещь. Это бывает, к сожалению, в нашем обществе. То есть, смотрите, если он все отдаст. Шукарчаги живет за счет Бали Махараджи. Все богатства у него от Бали Махараджи. Если у Бали Махараджи отнимут все, не будет у него ничего. Что? Как будет жить Шукарчаги? Но Бали Махараджи был решительно настроен. Он сказал, я уже пообещал. Я уже пообещал дать пожертвование этому Брахману. Не могу я нарушить обещание. Шукарчаги, он попытался убедить Бали Махараджи. Он сказал, что это не проблема. Если человек, допустим, в шутку, или защищаясь от опасности, или действует на благо других, он дал какое-то обещание, он может отказаться выполнить свое обещание. И в этом не будет ничего дурного. Не придут реакции. Шукарчаги говорит, не давай Бали Махараджу. А, не давай. А Бали Махарадж отвечает, нет, я дам. Он отверг наставление Гуру. То есть он идет, но не так, как в этой песне говорится. Он разорвал отношения с Гуру. Почему? Да потому что Гуру не думал о счастье Кришны. Он дальше стал объяснять. Я грехаста, а это Брахман, Брахмачарья. Если грехаста пообещал что-то Брахмачарья, как он может нарушить? Это очень греховно. Нельзя врать. Нельзя нарушать обещание перед Брахмачарьей. Мать-Земля не сможет терпеть такую греховную личность. Зачем мне все эти богатства, царства, если я не могу удовлетворить своих граждан? Цари увеличивают свои богатства ради счастья граждан. Если царь не выполняет хорошо свои обязанности, граждане страдают. И что тогда? Тогда другой царь, видя это все, он атакует и присоединяет царство к себе. И так жизнь граждан улучшается. Но в чем суть? Люди высшего класса, они всегда готовы пожертвовать своим счастьем ради счастья других. И они даже готовы умереть ради счастья других. Поэтому Бали Махарадж говорит, я хочу славной жизни. Не хочу я вот этих проклятий. Не хочу, чтобы потом оплевывали меня. Вот так говорили обо мне. Если этот Брахмачарь Вамана, сам Господь Вишну, что я потеряю от этого? Даже если он заберет все, даже если он свяжет меня или убьет меня, нет в этом никакой проблемы. Потому что он Вишну, он Бхагаван. Не хочу я развивать гнев или зависть по отношению к Вишну, к Бхагавану. Я готов дать все, что он хочет. И тогда Ваманадев принял гигантскую форму. Вишварупа Ваманадев. И теперь Бали видел прекрасную форму Господа Вишну. Огромный шлем, драгоценности, Шри Ватса, Каустубхамани, цветочная гирлянда, желтые одежды. Руки Вамана, они охватили все. И одним шагом он покрыл всю землю. А вторым шагом все остальное, все высшие планеты. Сияние ногтей на его стопах затмило сияние брахмологии. И видя эту форму Бхагавана, брахма, мудрецы, они склонились. Они вознесли молитвы. Они стали поклоняться ему. Они начали омывать ему стопы. Ришараджа Джамбаван играл на трубе. И этот звук заполнился планетной системой. И что? И теперь у Бали Махараджа вообще не было собственности. Вообще никаких богатств. Все. Все забрали. Все забрал Ваманадев. И когда демоны, последователи Бали Махараджа увидели это, они начали сражаться с Романадевом. Бали Махарадж пытался остановить их. Он говорил им. Но они не слушались. И в итоге они были побеждены вишнудутами. И они отправились на Паталалуку. И по желанию Господа, Гаруда связал Бали Махараджа веревками вороны. Смотрите, что произошло. Раньше он раздавал пожертвования всем. А теперь у него вообще ничего не было. И он был связан. И тогда у Багавана из области пупка появилась еще одна маленькая нога. И он спросил Бали Махараджа, вот куда мне сделать третий шаг? Ты обещал три шага. И Бали Махарадж подумал, если я не сдержу своего слова, я буду лжецом. Люди будут говорить про меня так. Я должен выполнить обещание. Как я могу вообще выжить, если я стану лжецом? Даже пусть я пойду на адские планеты. Я готов. Я не хочу быть лжецом. Я готов принять любое наказание, любое положение. Многие суры в династии Бали сражались против Багаваны. И так достигли высокой цели. И вспоминая своего прадеда, Прохлада Махараджа, его решимость в Бахте, теперь он подумал, о, у меня осталась голова. Я предложу свою голову, как пожертвование Господу Ваманадырю. Пусть Ваманадыр поставит свою стопу на мою голову. Чтобы удовлетворить Багавана, Багта готов оставить все материальное наслаждение, все материальные отношения, вообще все. Это материальное богатство, это ничто. Оно очень незначительное для Багты. Многие, не сомневаясь, оставляют жизнь ради удовольствия Багавана. Прохлада Махараджа явился в это время. И он объяснил всем, как Багаван отобрал все у Бали и пролил много милости на Бали Махараджа. Господь Брахма, жена Бали, Виндхиавали, они стали молиться Багавану, прославлять Багавана. Они сказали, Бали уже все отдал тебе, все предложил тебе. Пожалуйста, теперь освободи его. Богатство, деньги, не преданных. Ну, пока человек не преданный, эти все богатства, они становятся причиной опасности, проблем. Если же Багты имеет много богатств, это благословление, это милость Багавана. Ваманадев был очень доволен Бали Махараджан. И он позвал свою судашину чакру, чтобы эта судашина чакра, она всегда защищала Бали Махараджа. Когда Бали отправится на Паталлоку, на Суталу, и больше того, он пообещал, что сам будет находиться всегда перед Бали. Бали Махарадж очень дорогой, преданный Господа Кришны. Поэтому Багаван сказал, что всегда будет находиться перед ним и защищать его. И теперь Бали Махарадж понял, как много милости он получил. Наша жизнь станет успешной, если мы предадимся его лотосным стопам, если мы утвердимся в Багте. Испытывая экстатический восторг, Бали Махарадж со своим окружением поклонился Господу и мудрецам. В итоге он отправился на Суталу Алоку. Пахлат Махарадж стал прославлять Багавана Ваманадеву. Он сказал, этот джагат, весь этот мир, сотворен тобой. И ты одинаково милостив ко всем. Разрушив гордость Бали Махараджа, ты пролил много милости. Ты исполняешь желание бакт. На самом деле, ты исполняешь желание всех. Нельзя думать, что Багаван, он очень сострадательный к полубогам, но не сострадателен к демонам. Одинаково он ко всем относится. Он сострадает демонам. И Господь сказал Шукарчаре закончить начатое Бали жертвоприношение. Шукарчаре начал прославлять Багавана. Он начал воспевать имя Багавана. И так освободился от оскоренения. Ну, от вот этих всех греховных реакций. Потому что он был оскорнен привязанностью к этим разным ритуалам благоприятным. Ну, чтобы все было очень хорошо. Святое имя Багавана уничтожает все наши грехи, греховные реакции. Садху они начали прославлять Господа Ваманадеву. Ваманадев вернул Индре и полубогам райские планеты. Полубоги вознесли молитвы Багавана. Они сказали, ты поддерживаешь все и всех. Индра посадил Ваманадева на колесницу и отправился на райские планеты. Ваманадев совершил такую лилу на месте Яги Бали Махараджи. И все, кто присутствовали там, очень удачливы. Они были поражены, видя лилу Багавана. Они начали возносить молитвы Багавана Ваманадеву. Мы всегда должны думать о том, как прославить Кришну, Багавана. Есть хорошие песни в Ахте-Наде такое. Всю жизнь я занимался греховной деятельностью. Поэтому нет у меня никакой пунии. Я доставлял множество беспокоя с другим. Я не переживал, сколько придет ко мне реакции за эти мои греховные поступки. Я был очень эгоистичным. Не замечал я интересы других. Больше того, я испытывал счастье, видя страдания других. Всегда я говорил ложь. Когда я видел, что у других все хорошо, они счастливы, я страдал. И я чувствовал удовольствие, видя страдания других. Всегда я говорил ложь. Столько зависти у меня было. Столько желаний в моем уме. Из-за гордости я стал сумасшедшим. Я сохранял эту зависть, гордость, жестокость из-за материальных желаний. Я стал ленивым. Не совершал я никакой хорошей деятельности. Занимался только плохими вещами. На любую изворотливость, предательство я был готов. Если это позволяло мне достичь какого-то положения пратиштхи. Я настолько плохой, что у меня вообще нет хорошего общения. Столько аппарат, столько греховных реакций. Поэтому я сейчас всегда получаю дух страдания. И теперь я состарился. Не вижу я никакого пути. И я иду к тебе. Я очень бедный. И я рассказываю тебе о моих страданиях. Будь милостив. Не надо нам гордиться. Вот в чем вся суть. Почему во время Радхаятри говорят Радхи-та-ваманадри-штва-пуна-джанма-навиди-аты. Вот почему тут говорят про Ваманадеву. Ведь на колеснице Господь Джаганадха. Тут говорится в этой молитве. Позвольте нам видеть Ваманадева. Позвольте нам действовать как Бали Махарадж. Что это значит? Позвольте нам оставить эти отношения с псевдогуру и получить милость Багавану. Чтобы уже больше никогда не возвращаться сюда в этот мир. Мы должны видеть, как Бали Махарадж все отдал Раманадеву. Как он отверг Шукарачаю ложного гуру. Все это надо помнить в день Радхаяты. Нам надо все отдать Господу Джаганадхе. И тогда Джаганадха позволит нам тянуть колесницу. Если мы сможем оставить вот это свое положение, вот эти свои амбиции, я такой, я старший преданый, вот только тогда мы сможем присоединиться к Радхаятре. Это из лекции Шишипад, Читани, Чандры, Прабу, 01.08.2009.